Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы в Аякель. В ней, дорогие друзья, рассказывается о том, как и для чего собрал Моше Робейну весь народ Израиля и собрал Моше всю общину, так написано в Торе, сынов Израиля, и сказал им это то, что повелел Всевышний делать. И он передал народу повеление Всевышнего об изготовлении переносного храма, о которых Тора сообщала в недельных главах Трума и ТЦВ. Вся недельная глава в Аякель посвящена созданию частей Мишкана и его атрибутов, наставления Моше и воплощению их в жизнь сынами Израиля. А как предисловие к рассказу о повелениях, касающихся строительства Скинии, дорогие друзья, Моше Робейну открывает свое обращение к народу двумя стихами, посвященными святости субботы. Шесть дней, написано, делать должны вы работу, а в седьмой день будет для вас святыня, суббота, прекращение работ Господу. И не зажигайте огня во всех местах проживания вашего в день субботный, там же стихи 2 и 3. Почему же Моше Робейну повторяет четвертую из десяти заповедей, которые народ Израиля уже слышал на горе Синай? Давайте попробуем разобраться, дорогие друзья. Как мы уже знаем, наша недельная глава не первая в Торе, где упоминается о строительстве Мишкан. Вся история была рассказана в главах Трума и ТЦВ, с той разницей, что там говорится о том, как Творец повелел Моше Робейну построить Скинию. А здесь Моше пересказывает все это народу Израиля. Интересно отметить, что когда Всевышний повелел Моше Робейну построить Скинию, он тоже напомнил заповедь о субботе. Шесть дней пусть выполняется работа, а в седьмой день суббота полного прекращения трудов. Святыня Господу. Шмот 31.15. Раши, известный комментатор, и здесь объясняет. И ты, хотя я назначил тебя повелевать им относительно сооружения Скинии, пусть не покажется тебе доступным оттеснить, отодвинуть субботу из-за той работы. Интересно, что в главе Ваякель Моше предваряет заповедь о субботе указанием о строительстве мешкана. А в главах ТЦВ и Трума Всевышний сначала ставит задачу построения Скинии, и только в главе Китиса, примерно через 230 стихов, упоминает заповедь о соблюдении субботы. Почему же Моше изменил порядок, в котором говорил Всевышний? Талмуд приводит интересную дискуссию о том, как определить субботу, шаббат, если человек по воле случая не может вспомнить, когда была предыдущая суббота. Возникает вопрос, что он должен делать, когда праздновать шаббат. Если этот день пятница, то вечером он должен встретить субботу, а если четверг, то должен подождать до завтрашнего вечера. Талмуд в трактате Шаббат 69, на странице 69, обсуждает эту проблему. Допустим, человек долгое время пребывает, скажем, в пустыне и потерял счет дня. Хия Бат-Рав спрашивается, как ему узнать, когда нужно отмечать шаббат. Ему следует отсчитать, так говорят наши мудрецы, шесть дней, начиная с того дня, когда он понял, что потерял счет времени, говорит Рав Гуна. А на седьмой день, по его расчетам, вести себя так, будто этот день действительно шаббат. Хия Бат-Рав считает по-другому. Когда человек понял, что потерял счет времени, следующий же день, он должен назначить субботы, то есть сразу приходит шаббат. По истечению его шаббата он снова отсчитывает шесть дней и на седьмой день у него опять будет шаббат. Так он устанавливает или устраивает правильную неделю. Далее Талмуд объясняет, что в основе различия между этими двумя мнениями лежат разные точки отчета. В основе логической цепочки, которую выстраивает Рав Гуна, есть модель сотворения мира. Ведь мы знаем, что Всевышний создал мир за шесть дней, а на седьмой день он отдыхал. Так и человек, оказывавшийся в непростой ситуации, должен скопировать, так сказать, эту модель. А Хия Бар-Рав берет за основу момент сотворения первого человека, Адама, которого Всевышний создал и вдохнул в него жизнь, как известно, накануне субботы. Так и человек, утративший ощущение времени, осознав потерю ориентации, будто бы рождается заново, как первый человек Адам. И на следующий день у него наступает шаббат. Так и в истории с Мишканом Всевышний заповедует строить шесть дней в неделю и только после этого упоминает субботу. Моше следует по стопам Адама, прежде упоминает субботу и только потом передает указания о строительстве скини. На самом деле, дорогие друзья, спор ведется о том, что важнее. Все согласны, что есть святость и обыденность. Варапуро заключается лишь в том, что стоит на первом месте. Только Всевышний, имеющий контроль над будущим, может позволить себе начать шести дней работы и закончить отдыхом в шаббат. Но человек из плоти и крови не имеет такой возможности. Он не должен откладывать исполнение заповеди на потом, так как не знает, что произойдет в будущем. То же самое в истории о строительстве Мишкана. Что важнее, строить жилище до Всевышнего или соблюдать субботу, дорогие друзья? Моше учит нас, что шаббат, суббота, стоит на первом месте. Человек начинает свой день с молитвы, которая является частью, так сказать, субботы, мира святости и духовности. В будни, а перед этим он дает цдаку и только потом использует остальную часть денег для себя. Когда мы ставим нужды Всевышнего на первое место по отношению к нашим нуждам, то мера за меру Творец ставит наши потребности на первое место и воздает нам по заслугам нашим. И тогда все мы, дорогие друзья, соединимся за одним огромным круглым столом, как одна большая дружная семья и сделаем кедуш. Это благословление на вино или кедуш состоит из 72 слов, имеющих связь с 72 именами Творца. Эта комбинация слов обладает энергией очищения души от негативных поступков. Перед кедушем мы добавляем в вино одну каплю, маленькую каплю воды, так как вино представляет собой левую колонну, так сказать, энергии, а вода, свет, милосердие, ор, дехасидим, правы. Таким образом мы смягчаем суды в своей жизни. Также вино является материальным воплощением энергии, получаемой во время вечерней молитвы. А слово яин, вино, имеет ту же гематрию, то же числовое значение, что и слово сот, тайна. То есть наша цель, дорогие друзья, это приближаться к пониманию духовных секретов мудрости. И это состояние всеобщей гармонии любви разольется по всей земле, и каждый ее житель от мала до велика познает нашего Творца и увидит, насколько он добр и творит только добро. Этого я нам всем и желаю. Браха вацлаха. Будьте здоровы. Шалом ваш Равин Каплан.